ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересное собрание. Сегодня мясо будет. Поэтому, если жеваться не будет, не проблема. Пытайтесь высосать хоть что-то из этого. В принципе, ничего сложного. Но, может быть, и не очень глубоко. Но практика нужна просто этих всех вещей. Я хочу начать с одного моего любимого стиха. И, наверное, мы так назовем эту тему. Хотя сегодня у меня две проповеди в одну слились. И я решил прям так две отдать. Не зацикливаться на какой-то одной, так глубоко не копать. Но лучше отдать две, но поверхностно. Я их в одну солью. И, с одной стороны, это первая часть. Это римлянам, восьмая глава. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы понимаете, что жизнь человека – это достаточно длинный процесс? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И мы больше должны обращать внимание не на то, где мы, может быть, есть сейчас и что мы имеем сейчас. Но правильно – это думать о том, где мы будем потом. Потому что сейчас, то, что мы сейчас, оно уже через несколько секунд уже будет прошлое. Правильно? И… Но нас интересует успех, правильно, в жизни? Глупо было, правильно? Мы же не просто так, мы же хотим иметь жизнь полную, нормальную, хорошую, полноценную. Разве не для этого мы здесь вообще? Поэтому Иисус написан, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Понимаете? Имели больше даже, чем нужно. Понимаете? Вот. А мы, как бы, часто об этом не думаем. Нас интересует сейчас. И… Я заметил, что… Ну, жизнь она такая. Вот мы как рождаемся, как дети, да? В молодости. Вот что в нас заложено будет, да? То, как мы вот постараемся в детстве, да? То, в принципе, из нас потом и получается. Правильно? Ну, почему наркоманы в основном стали? Тут был кто-нибудь отличником в школе? Нету, да, отличников в школе? Потому что в основном они не стали наркоманами. Но это не значит, что там, у них не будет трудностей, да? У меня есть другие примеры, как бы, по поводу отличников. Там тоже свои тараканы. Но, все равно, мы… Да, что посеять, человек как важнёт. Правильно? Или нет? Куда мы сеяли? Куда мы сеяли, там мы и оказались. Правильно? И то, что вот здесь вам предлагается, то, что, в принципе, нам христианство предлагает, да? Христос предлагает, Бог предлагает. Он тоже предлагает родиться от Духа, вырасти в Духе и потом жить этой духовной жизнью уже. Быть воспитанным тоже. Поэтому, есть разные этапы в христианстве тоже, знаете, да? Есть младенчество, детство, да? Младенчество. Что такое младенчество? Душевное христианство. Правильно? То есть, христианство такое, зацикленное только на себе и никуда мы без него не уйдём тоже, да? Мы через него проходим в любом случае. Но суть вообще, Иисус говорит то, что Царство Божье подобно человеку, посеявшему семя, землю. И сначала это семя маленькое, да? Самое маленькое. Но потом, когда оно всходит, оно самое большое. И птицы небесные в нём укрываются. Потом Он говорит то, что подобно человеку, посеявшему семя. И написано, Он встаёт, спит, ложится ночью, спит, встаёт. И как семя растёт, Он не знает. Понимаете или нет? Поэтому, но мы понимаем. Но потом семя, оно растёт, Он дальше там объясняет то, что сначала росточек появляется. Правильно? Потом написано, стебель появляется. Потом колос появляется. И потом только этот колос заполняется зерном. Правильно? Мы, так как, ну, на самом деле, мы много потеряли. Я думаю, не мы именно, а вообще, как бы, человечество в христианстве много потеряло. Из-за религии, из-за того, что нету связи с Богом, да? Из-за того, что есть куча человеческого туда примешана. Мы иногда вот, ну, в большой каше живём. Не понимаем, где мы находимся, куда нам идти, как нам двигаться, христианин или не христианин вообще. И, может быть, я просто думаю, что если мы часто не находим себя, как колос, наполненный семенем уже сразу, то мы говорим, ну, это тогда вообще не для нас. Ну, или не я, или, я не знаю, или что-то не так. Но мы видим, что есть процесс, росток, колос, стебель, потом колос и потом только зерно, да? Всё ради того, чтобы однажды было зерно. Правильно? Всё ради того, чтобы начать приносить плод. Всё ради того, чтобы однажды начать жить вот этой победной жизнью, настоящей победной жизнью, жизнью чемпиона, начать побеждать. И я сегодня вот об этом хотел говорить, и что-то так пошло, что, наверное, мы можем тему назвать, знаешь, как? Не становитесь рано чемпионами, знаете? Не становитесь чемпионами, пока вы юниоры, знаете? Знаете, есть такая вот фишка, что часто в профессиональном спорте чемпионы, которые были чемпионами среди юниоров, не становятся чемпионами среди взрослых. Есть такая фишка, почему? А? Очень часто, очень часто. Я просто хочу вот там приводить пример, например. Я просто, откуда у меня эта тема как бы родилась? Это я вот тут на днях, у меня есть товарищ, знакомый, клиент, у которой дочь растит для большого тенниса. Вложены уже огромные деньги, как бы эти деньги у него были, он неплохо зарабатывает, но там идет вот полное исключение. Сейчас дочери всего 15, я не знаю, уже несколько миллионов долларов вложено. Но вложено не просто так вот, бабло ради бабла, а вложено серьезно, тренера, подготовка там и так далее, да. И сейчас вот ей 15 лет и, ну, как бы ее знают уже, ее знают весь российский теннис, который там, да, потому что это кажется, что никто никого не замечает, да. Но настоящие таланты, настоящий потенциал, на нее все смотрят, все обращают внимание. Она уже в сборной России и, как бы, ну, одна из лучших там, но среди еще детей и юниоров. И она там даже, по-моему, чуть ли не второе место занимала как-то там еще пару лет назад на USA Open среди вот детей. То ли второе, то ли какое-то третье место, ну, неважно, ну, серьезное, как бы. Причем там, как бы, до, я не помню скольких, до 16 или до 18, она была вообще еще, то есть, очень молодая. Ну, то есть, я про то, что очень серьезные задатки, серьезный потенциал правильно тренируют, правильно растят. И вот я с ним на днях встретился, и мы с ним разговаривали, разговаривали что-то очень долго прям. И вот в основном про эту ситуацию. И он просто вот рассказывал то, что сейчас они тренируются в Испании, и взял себе такой очень, один из знаменитых тренеров, который там вот, ну, нашу Кузьмину тренировал. Если вам это что-то говорит, Кузьмину, знаете, с такими ногами, теткой. Вот. И он, как бы, сказал, что все, Кузьмина заканчивает карьеру или закончила уже, ему нужна девочка, которую бы он вел прям вот тут лет 15, и вот в топ, и в серьезный теннис, там, и так далее. Потому что это же правильно, это его заработок, это его жизнь, это его рейтинг, там, и так далее. И вот он выбрал ее, и сейчас вот начинает с ней работать. И все, что сейчас происходит с ней, вот он мне рассказывает просто, да, то есть он ей сразу начинает говорить, ну, первое, что они перестают делать, он говорит, это тебе вообще нужно перестать заботиться о том, вот об этом юниорском чемпионате. Все. Ты там будешь иногда играть, но вообще не переживай, там, выиграешь ты, что-то ты выиграешь, не выиграешь. Сейчас ты вообще просто перестраиваешься играть вот с этого юношеского тенниса во взрослый теннис, который совершенно другой. И вот рассказывать ей массу примеров, ну, потому что, ну, там, есть разные, как бы, примеры. Ну, например, вот вы видели, да, Шарапова, да, она, когда была очень молодой, она выиграла, 16 лет, по-моему, она выиграла, Роланга Росс, или что-то там, да, USA Open, не важно, ну, то есть что-то, или Австралия, не знаю, что-то она там выиграла, но потом, что с ней произошло, видите, травмы замучили просто, травмы замучили, она не может играть, то есть она уже, ну, как бы, давно скатилась, да, какой-то уровень ей позволяет, она там держится достаточно, как бы, высоко, но сам факт, что, как бы, после этого она не может выиграть уже, я не помню, когда она там, может быть, еще как-то выиграла, да, когда Сирена Вильямс, там, да, не смогла играть, ну, все равно, как бы, есть такая тенденция, и вот ей тренер даже говорит, он, ну, там, переживает, там, ну, вот я, время уходит, я ничего не выиграю, он говорит, вообще не переживаю, вот ты посмотри, говорит, на Даль, Федора, ты слышал, например, чтобы эти люди выигрывали юниорские чемпионаты? Он говорит, нет, они не выиграли, потому что, ну, их уже в раннем возрасте сразу начали готовить по взрослый теннис, по настоящий теннис, где нужно, ну, ну, правильно тебя подготовить, правильно тебя ввести, правильно тебя, именно физически, наверное, больше что-то подготовить, и морально тоже, понимаете или нет? Поэтому очень легко, ну, вот что, например, может происходить с молодыми чемпионами, которые выиграли в молодости, да, да, они, как бы, взлетают, да, они действительно побеждают, они выходят на пик, там, да, своей формы побеждают, но потом, когда, ну, они, как бы, вот, да, уже, у них, вот, вырабатывается это ощущение, да, что они чемпионы, что они должны выигрывать, и часто говорят, может быть такое, что, потому что, когда ты попадешь в взрослый теннис, там с тобой совсем, ну, как бы, по-другому играют, там по-другому играют, там люди играют за деньги, он говорил, там за большие деньги играют, вот первый тур Australian Open, например, просто, первый круг пройти, это 70 тысяч евро, просто, и вот туда люди приезжают не для того, чтобы выиграть Australian Open, а для того, чтобы просто выиграть хотя бы один круг, для того, чтобы просто, и не важно, там, чемпионом против него играть, не чемпион, ему деньги нужны, понимаете, он будет биться с тобой на пределе своих возможностей просто, и, ну, то есть, это, ну, как бы, немного другие, вообще, другой настрой, другой интерес, и вот то, что может происходить с чемпионом, который был по юниорам чемпионом, когда он вдруг начнет проигрывать на каких-то достаточно даже низших стадиях просто, потому что там грызутся не на жизнь, а на смерть, который будет не ожидать, будет, ну, ожидать, что он должен выигрывать, он будет проигрывать. Что может случиться с психологией человека? Человек может сломаться, когда молодой, человек может сломаться и, как бы, не выдержать всего этого, да, как-то начать готовиться не так, а когда ты не так готовишься, знаешь, что происходит? Травма происходит. Когда ты не до конца готов, когда ты неправильно какие-то вещи делаешь, происходит травма. И я все это хочу вот вам переносить на духовную жизнь, понимаете, потому что я вот вижу через Библию, на самом деле, что Богу нужны чемпионы, Богу нужны взрослые, профессиональные христиане. Я поэтому обожаю слово вообще профессионализм. Я обожаю профессионалов, в любом деле я восхищаюсь профессионалами. Не знаю, будь то спорт, будь то еще, смотришь на людей, которые профессионалы в своем деле, и это на самом деле достойно восхищения, они полностью посвящены, они готовят себя, они думают об этом. Давайте мы просто прочитаем, как Павел говорит, потому что Павел, он сравнивает 1 Калинфянам 9 глава. 24 стиха. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите же, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить в воздух, но смиряю и прообещаю тело мое, дабы проповедовать другим самому не остаться недостойным. Понимаете, как Павел относится серьезно к христианству? Понимаете или нет? Я просто, то, что мы должны, то, что будет работать в будущем, в твоей жизни, то, с чего я начал сегодня, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была в порядке, в будущем, в дальнейшем, не просто вот в короткой перспективе тебе что-то получить, как-то, да, успокоиться, да, что у тебя все хорошо, это неправильное мышление. Правильное мышление это готовить себя, это готовиться. Он говорит то, что все здесь спортсмены воздерживаются от чего написано? От всего вообще, от всего. Он говорит, все бегущие на листалища, они воздерживаются от всего, но те для получения венца тленного, а мы для нетленного, так же мы должны к этому относиться. Понимаете, то, что мое, одна из моих посылов сегодня, это вот, ну, просто, как бы, чтобы мы еще сегодня попробовали на один уровень еще стать серьезнее в своем следовании за Христом, еще серьезнее относиться к тому учению, которое мы получили, понимаете, которое мы слышим через Иисуса Христа, который на самом деле, вот, я вот сейчас понимаю, что такое Нагорная проповедь, я сейчас понимаю, что такое учение Иисуса Христа, это всего лишь навсего подготовка, это еще не жизнь на самом деле, понимаете или нет? То, что вот он говорит, да, там, много вещей, которые он говорит в Нагорной проповеди, да, там, не заботьтесь, да, там, не любите, там, не завидуйте, что он там еще говорит? Кто может вспомнить про Нагорную проповедь? Такие вот простые вещи, не судите, да, да несудимы будете, да, видишь сучок в глазу брата, да, там, не делай этого. Там как бы элементарные вещи, девушку, да, прелюбодействует не тот, кто уже, да, совершил прелюбодействие, а тот, кто просто посмотрел, и он тогда учит тренировать себя так, чтобы уже даже останавливать себя даже на этом, понимаете, на самих помышлениях. То есть, на самом деле, он задает такую высокую планку, такую высокую планку для нашей тренировки, на самом деле, понимаете? Я сейчас вот поговорив с этим человеком, он мне рассказал, как ее там сейчас начинают тренировать. Ее начинают тренировать, и первое, что ей сказали, ты должна всегда выполнять установку тренера. Все, не важно, что тебе там кажется, ты, ну, как бы, вот, первое, что с ней делают, ее, как бы, вот, приучивают к тому, что, что скажет тренер, это для нее просто закон. Это просто не поддается, это просто настолько авторитет, настолько она верить должна тренеру, потому что, чтобы побеждать на высоком уровне, там, там настолько человек идет на пределе своих возможностей, да, что ему нужны еще какие-то дополнительные возможности. И эти дополнительные возможности он может получать от тренера, который видит со стороны, говорит, какую тактику избрать, сказать, сейчас так играем, неважно, что у тебя сейчас не получается. И вот то, что сейчас с ней там начинает происходить, она сейчас начинает играть, и она там, в первом, он ей говорит, вот так играешь, все, неважно, там, атакуешь. И она раз проигрывает, там, 6-1, 6-1. Ей тренер говорит, вообще не морочь голову за результат, вообще сейчас не обращай внимания на это. Просто держи то, что я тебе сейчас сказал. Следующий там какой-то турнирчик, там тоже небольшой, опять проигрывает, но уже 6-2, 6-3. Еще через два каких-то небольших там, да, вот этих спарринговых, уже начинает там, одну выиграл, одну проиграл, ну, то есть идет проигрывание. Первое, что, знаете, первое, что должен научить профессиональный тренер человека, знаете, чем? Не расстраиваться. Не расстраивать, проигрывать, 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 научить, проигрывать, научить. Вы знаете, Иисус, когда, перед тем, как вот Он возносится, оставляет учеников, чему, какой урок Он оставляет ученикам. Понимаете, вот Он их учит, готовит, учит, готовит. А потом говорит Петру, Петр, Сатана просил сеять тебя, я молился, чтобы вера твоя... То есть это уже, это уже как первый экзамен. Он ему говорит, Петр, вот сейчас приготовься, сейчас будешь заходить в высшую лигу, и ты проиграешь. Первое, что с тобой сделает высшая лига, она тебя разорвет в кулачки просто, разорвет на кусочки. Ты не представляешь, какое там давление, ты даже не знаешь, с чем ты столкнешься. И действительно так произошло, что Петр испугался, да, пришла эта служанка, а ты был с Иисусом, он говорит, я за тобой, на смерть и куда угодно, да. А пришла какая-то служанка и говорит, а ты тоже был с Ним. Я с Ним? Нет, я не был с Ним. И написано, и начал клясться, божиться, что он с Ним не был. И потом, когда третий раз петух запел, написано, заплакал и пошел, и удалился, да, но Иисус воскрес. Иисус воскрес, пришел, и вот мы в прошлый раз тоже говорили, что ангелы, да, сказали, идите, скажите братьям и Петру, в первую очередь, что Христос воскрес. И мы уже видим потом, как они реагируют, да, как они стоят перед Синедрионом. Я люблю эту историю. Помните, когда им просто запрещали, мы вам запрещаем проповедовать об Иисусе Христе. И Петр что говорит? Послушайте, нам Бог сказал проповедовать. Как мы можем не проповедовать? И он вот так в спокойствии, в кротости, но побеждает этот дух, и они ничего не могут противопоставить этому. В итоге они, написано, побили их, и там так написано, что апостолы так обрадовались, что они пострадали за Христа. Они так наполнились, они, понимаете, они от этого как будто бы поражали, но они победили. Понимаете, вот она такая первая победа. Вроде побили, но победили. Понимаете или нет? И, ну, как бы, очень-очень важное вот это вот для меня понимание такое, что не переживай, если ты не стал чемпионом, пока ты был юниор, или пока ты юниор. Не переживай за это. Понимаете, вот есть очень много, вот, ну, действительно же ведь так есть у людей. Часто там кого-то растят, вот, подает большие надежды, да, и все уже, все вокруг него, все уже. Но Иисус нас растет по-другому. Он вот этому учит, да, то, что не живи перед людьми, не живи перед людьми. Он говорит то, что ты потрать время на то, чтобы заложить правильный фундамент. Вся Нагорная его проповедь заканчивается вот этой притчей о строителе, о мудром строителе. Один начал строить, один начал уже все жить уже, да, а второй, написано, потратил время и копал фундамент. Копал, копал, пока не положил, о, все, скала, и написано. И это вот, кто это такой, мудрый строитель, который копал и положил на фундамент? Там написано, кто слушает и делает, кто слушает и исполняет, кто слушает и старается исполнять, кто серьезно к этому подходит, кто слушает тренера как бы беспрекословно и старается это делать. И даже когда он в каких-то моментах не послушался, он переживает как бы за это, идет и опять поправляет, слушает, борется с этой как бы ситуацией, с тем, что не получалось. Вот, ну, вот серьезно, я просто опять же на эту девочку хочу переключаться иногда, как ей тренер говорит, пьешь одну только воду. Все, она там где-то, говорит, была на каком-то соревновании, и тут она себе коктейль заказала. Тренер так посмотрел, я что, разрешал коктейль, все, поняла, воду и все, понимаете, и вот там, я говорю, там тренировки 6 раз в день, ой, 6 часов, не 6 раз, 6 часов где-то тренировка, но тренировка разная, тренер готов, тренер как бы, там вся команда, там на самом деле не просто то, куда она попала, действительно, вот мне этот отец рассказывает, что она рад, он рад очень, что она попала именно туда, именно к тому тренеру, потому что у них какой-то другой подход, это не просто тренер, там целая система, там целая команда вокруг, там ей очень плотно занимаются врачи и смотрят, да, на то, как у нее мышцы, как суставы, как связки. Там диетологи есть, которые следят, да, берут кровь, смотрят, что не хватает, что хватает, то есть там действительно, ну, люди знают, что делают и для чего это делают. И там есть один тренер, другой тренер, да, и там все делают так, чтобы ты работал на максимуме своих способностей и возможностей, но чтобы тебе это тоже не было в напряг, чтобы это не выглядело как непомерный труд. Он говорит, там сначала такая тренировка, там с мячом, потом идет там, да, фитнес, физуха, там еще что-то, потом тактические действия мы там сидим, разбираем, рассказываем, потом еще что-то, да, в игровой иногда форме, да, потом спарринги какие-то идут, да. То есть там все время про нее думают, ее готовят и так далее. И я говорю, что вот мы тоже должны поверить, да, что Христос нас к чему-то готовит, что мы не должны сейчас вот смотреть на то, а что сейчас я имею, а где я сейчас побеждаю, а какое задание может быть даже мне исполнить сейчас, понимаете? Для многих из нас это просто, как бы, ну, подготовка, на самом деле подготовка. Я просто это понял, потому что, ну, вся Библия про это. Вот там же написано, что он поставил одних апостолами, пророками, пастырями для чего? Для совершения святых на дело служения, понимаете? То есть, пока мы все не придем в единство веры в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа. Вот куда нас ведут. Чтобы вот эти вот навыки, которые мы сейчас получаем, да, вот то, о чем, то, как мы к этому сейчас относимся, да, как мы это все проходим в своей юности, в своем детстве, оно будет влиять на то, кем ты станешь во взрослой лиге, на самом деле. И я вам скажу, вот там, например, даже во взрослой лиге, да, продержаться несколько лет, это уже, ну, это там, например, да, они все знают, там, что-то есть такое, что если ты там пять лет продержался в сотне, там, то тебе просто уже от, там, федерации тенниса, там, ну, например, там, 10 тысяч евро каждый месяц. Просто, да. И все. Хохол, заинтересовало, да, тебя это? Может, ты сделать теннис еще, по-моему, и заняться, да? Позже. Ну, просто, да, то есть, они понимают, для чего они себя лишают всего, понимаете? То есть, на самом деле, нелегко. Мы иногда думаем, о, чемпион, почему они так много платят, и как это может быть, и что в них такого, понимаете? Но они много лет лишают себя всего, полностью всего, для того, чтобы иметь просто шанс, иметь эту возможность выступать, там, на этом уровне, и иметь возможность побеждать. Понимаете? И для этого нужно все. Я говорю, что там, ну, так много всего нужно, и нам тоже. И я просто это еще хотел, знаете, к чему больше относить, например, да? Чтобы мы смотрели не только еще на себя, да, как отдельного, вот именно в этом учении, не только на себя, как отдельного, да, христианина, который, может быть, станет чемпионом. Мы должны смотреть на церковь, на наше служение, на тело, чтобы оно стало чемпионом, понимаете? Чтобы наше служение, потому что один мало может чего добиться, на самом деле, по сравнению с тем, как может добиться его тело, его церковь. И я верю, что это, что Евангелие тоже к этому, что Бог вот именно для этого нас и готовит, понимаете? Чтобы однажды мы действительно смогли делать ту работу, которая для нас есть, которой очень много здесь. Для того, чтобы, вот, и мне очень нравится вот это вот учение, можно отдельное какое-нибудь учение сделать. Вот, знаете, там в теннисе, вот, что очень важно, и вообще в большом спорте, связки и суставы, не столько мышцы. Потому что мышцы там можно накачать, набрать, потерять опять. А вот со связками и суставами, там не все так просто. Их нужно беречь, их нужно тоже тренировать, их нужно правильно тренировать, не перегружать в какие-то определенные моменты. И я это вижу, и знаете, что такое связки и суставы, вот, для нас, для тела? Это наши с вами взаимоотношения, то, как мы можем взаимодействовать, то, как мы можем вот именно благодаря вот этим вот нашим взаимоотношениям делать что-то, понимаете? И это очень важно. И тут я понял, что главное их тоже в юниорском возрасте не перегрузить, тоже, да? Тоже друг друга нам не перенапрягать, понимаете? Но быть гибкими, быть эластичными, быть способными договориться и понимать, для чего нам это все дано. Что у нас одна цель, что мы принадлежим телу, что мы выполняем функцию тела здесь, для Христа, во Христе. Мы, это как бы он, понимаете? Не один. И действительно, вот добивается команда в каких-то моментах. Ее там сейчас тоже учат именно вот этому. Она поняла вот эту силу команды. То есть вот у них сейчас там, уже раньше она всегда ездила, у него был один тренер, и которому там платили деньги, он ездил с ней, и там кричал там и так далее. То сейчас они все так делают, что у них команда. И вы видели, да, когда в теннис играют, сидит команда какой-то там сборной, которые стоят, держат кулачки, и да, да, понимаете? Что это такое? Это передача энергии, на самом деле. Это вот именно передача той энергии, когда вот, ну, кому-то не достают ее. Вот ей там вот в этот момент все в руки. Вы представляете, какая там, там на самом деле все не только в мастерстве. Очень сильно вот в физике, в характере бежать за этим мячом или не бежать за этим мячом, биться тут до конца, не биться. То есть нужно откуда-то черпануть. И вот часто команда это то, что может вдохновить вот этого человека, да, который сейчас на острие, да, вот как она, да. И они ее учат, что тоже тому, что побеждает команда, побеждает команда, и проигрывает тоже команда. Не неси всю тяжесть поражения один. Не неси всю славу один. Точно так же, потому что что слава от победы, что тяжесть поражения, это все непростые вещи, которые не так просто мы будем нести на самом деле. Поэтому вот очень важно вот эта вот командная работа. Я говорю, я все это в Библии вижу. Иисус команду делал, правильно или нет? Апостолов команду делал. У Давида кто, в чем его сила была? Сильных Давидовых, 30 сильных Давидовых, да, или там, может быть, больше, и так далее, которые перечисляются, которые пошли за ним и встали за ним. И знаете, там был вот этот вот момент. Я люблю о нем проповедовать, вы тоже слышали его, что однажды сын Давида, Весолом, восстал против него. И набрал такую силу, что действительно сбросил отца. И пришлось отцу Давиду уходить, покидать, потому что убили бы просто его и всех. Мне очень понравилось и написано, сильные Давидовые ушли с Давидом. Понимаете, они теряют тоже свое положение, грубо говоря, да, теряют свое вот это вот удобство и уже то, что они завоевали, да, но они уходят с Давидом, уходят с Давидом и терпят его поношение. Помните, там был один такой, семей, когда Давид уходил, написано, тот шел поверху горы, они шли там по ущелью, он шел поверху горы и поносил Давида, издевался, ну что ты там, ну, действительно обзывал. И кто-то из них сказал, я пойду, давай, скажи, я его замочу. Он говорит, нет, нет, ему Бог позволил меня сейчас обзывать. То есть Давид, мне очень нравится здесь вот, да, с одной стороны про команду говорю, с другой стороны я говорю про поражение какое-то, да, временное. То, что Давид, он умеет принимать поражение, он умеет признать и говорить, не надо ничего делать, все, нужно принять все как есть на самом деле эту ситуацию. И он ничего не предпринимает для этого, он кроткий. И самое интересное там то, что потом эти сильные Давидовы пошли и отвоевали это царство. Они сразились с этой армией Вессалом и победили их. И Давид уже даже не участвовал, просто сидел у ворот города и принял эту радостную весть о том, как они победили, о том, как они вернули ему царство. И он вернулся на царство и продолжал быть царем, да. Это как вот, знаете, даже у боксеров есть такое, когда ты просто становишься чемпионом, это одно. Но тебе надо защитить титул чемпиона. Знаете, и это труднее. Это всегда есть какой-то молодой, более амбициозный. Это уже труднее себя, когда ты только к этому стремишься, ты так готовишься. Но когда тебе нужно защитить, тебе тоже нужно найти где-то мотивацию и защищать этот титул. Поэтому я говорю, что мы должны вот увидеть христианство, как, ну и вообще нашу жизнь, как достаточно длинный отрезок. Понимаете? И мы не должны сейчас жить только ради того, чтобы сейчас в этом отрезке нам было хорошо, нам было комфортно и так далее. Нам нужно сейчас лишаться каких-то вещей. Как Павел говорит, я порабощаю свое тело, я держу себя в узде, я тренирую себя для того, чтобы проповедовать другим самому не оказаться отвернутым. То есть у нас, ну, есть вот это вот, для чего нам все это делать. Поэтому мы можем к этому так относиться и лучше к этому так относиться, потому что, потому что это вера, понимаете? Это тоже по вере мы это делаем, мы верим, мы тренируемся, мы не просто вот смотрим на то, что сейчас мы имеем. Я говорю, что я это вижу, этот принцип во всем. Просто, смотрите, молодой чемпион, Саул. Молодой чемпион. Чемпион по юниорам. Или даже, ну, сразу стал чемпионом просто. И что с ним произошло? Все, наделал ошибку, не удержался в этом состоянии. Царство было забрано и у него, и у детей. И мы видим Давид, правильно? Мы видим Давид, как Бог растит Давида, да? Сначала он ему дает слово, ты будешь чемпионом, ты будешь победителем, ты будешь царем. Но не дает ему царство. Постепенно его вводит, да? Дает ему какие-то победы небольшие, но потом дает ему такие обстоятельства, которые его тренируют. И этот Саул, гоняясь за ним, пытаясь его убить постоянно, он тренировал Давида. Потому что, ну, мое такое вот мнение, что Давид не был бы Давидом, если бы не было Саула перед ним. Если бы Саул не устраивал ему вот это вот давление. Если бы Давид не научился, не тренировался на всем этом, как правильно поступать. И потом смог занять это место, и он царствовал 40 лет. Поэтому есть такой стих, 1 Тимофея 3,6. Вот так вот. Ну тут как бы про епископа написано, то есть про руководителя, я не буду там полностью читать, но написано, вот, епископ, да, или пастор, или руководитель не должен быть из нового обращенного, чтобы не возгордился и не попал к осуждению с дьяволом. Понимаете, то есть это тоже как бы принцип такой, нельзя рано начинать занимать какую-то там позицию, должность и вот быть этим чемпионом, быть наверху. Почему? Потому что никто вот от этого не застрахован, потому что чтобы не возгордился, чтобы не начал думать что-то о себе, и чтобы не попал к осуждению, как произошло с дьяволом, что он начал о себе что-то думать. Понимаете, то есть на самом деле вот задача Бога нас правильно воспитать, нас правильно воспитать, нас правильно вырастить Духом Святым, понимаете, чтобы Дух Святой был тренером вот этим, чтобы мы настолько научились Ему доверять, как бы полностью, Слову Божьему доверять, Богу доверять, да, верить, что какую тактику Он говорит, так я и делаю. Бог сказал, я делаю так, и все. Понимаете, поэтому, ну вот я вам говорю, что очень важно, когда я говорю с этой девочкой, сейчас вот это вот все происходит. Почему? Вы знаете, почему мы выиграли испанцев? Потому что выполнили установку тренера. Просто. Да, единственный шанс был обыграть испанцев, наверное, только пенальти. Но до них нужно было дожить. Но для того, чтобы до них дожить, нужно было встать всем в обороне, один за всех, как все за одного, и все. И не придумывать никакой самодеятельности, грубо говоря, да. Поэтому, и потом там тоже сказали, что, да, дисциплина побеждает класс, да. И вот таким образом добились, да. Я вообще за то, чтобы был и класс, и дисциплина, понимаете. Поэтому, но все равно, настоящего класса можно добиться только благодаря дисциплине. Вот. Хотел вам притчу одну прочитать про петуха. Вот на самом деле, типа вот, как Бог с нами работает и что хочет тоже сделать. Что является по-настоящему победителем. К одному князю пришел учитель боевых петухов и предложил потренировать боевого петуха князя. Князь согласился. Прошло 10 дней. Ну как, спросил князь. Мой петух готов к бою? Нет, нет. Он слишком самонадеянный, рвется драться. Его нельзя выпускать. Прошло еще 10 дней. Ну а теперь? Нет, еще рано. Он очень нервный и на все реагирует. Его нельзя выпускать. Прошло еще 10 дней. А теперь? Рано. Еще. Силы и ярость переполняют его. Прорываются наружу, и это заметно. Прошло еще 10 дней. Ну а теперь готов? Теперь почти готов. Он неподвижен, словно вырезан из дерева. На чужие крики не реагирует. На другие петухи не хотят с ним драться. И едва завидев его, с криком убегают прочь. Понимаете? То есть, вот примерно, да? А то он куда нам. Понимаете? То есть, понимаете, вот пока мы хотим. Так произошло там вот с Моисеем. Помните, Моисей хотел войти в призвание. Ему было 40 лет. Он был сыном дочери фараона. И он узнал, что он еврей. И он захотел помочь евреям, спасти их. И сначала он убил египтянина, защищая еврея. На следующий день он увидел, что двое евреев ссорятся. Он подошел к ним и сказал, братья, не надо ссориться, да? Вы же братья. А они ему говорят, а ты кто? Кто послал нас уйдить? Или ты хочешь сделать нам то, что ты сделал вчера египтянину? Моисей испугался и убежал. Потому что еще в Египте узнали, что он убил египтянина. Мы видим, что понимание Моисея было правильно. Кто он? Что он действительно спаситель для своего народа. Что Бог ему эту мечту в сердце вложил. Но ему пока не с чем еще помогать. Ему нужно быть временем выдержанным, да? Вот в определенном, да? И потом быть посланным. И мы знаем, что через 40 лет Бог является ему в горячем кусте и говорит, иди. Моисей, знаете, что говорит? Пошли другого, да? Он говорит, вот теперь ты готов. Понимаете? Это как здесь. Понимаете? Когда ты уже понимаешь, когда у тебя нет уже амбиции, да? Когда у тебя нет уже вот этого вот, да? Сейчас я всех победю там и так далее. Вот тогда ты будешь готов. Понимаете? Когда ты научишься принимать и поражения, и победы одинаково. Одинаково. Не реагирует. То, чему ее учат, это просто работа. Ты профессиональный спортсмен. Ты идешь к своей цели, да? Ты должна играть на своем максимуме, который у тебя только возможен, и все. Не думая ни о чем. Ты должна полностью, вот как ей говорят, поверить мне, как тренеру, да? Для того, чтобы вот в эти вот моменты, когда он начнет болтать, а может это, а может быть не это, как бы вот это с уверенностью сказанное тренером слово, оно смогло сработать просто. И ты просто вот, не поддавшись какой-то панике, да, преодолел просто вот эти вот моменты. Понимаете, я верю, что вот Бог хочет нас научить слушать его голос. Просто. Потому что он знает все обо всем. Знает самое лучшее. Хочет нас водить. И я говорю, вот для профессионального спортсмена, вот я выписал здесь, умение следовать выбранной тактике до конца. Очень важный профессиональный навык, да? Начали, делаем, и все, пока не придут результаты, да? Если тренер решит сменить тактику, то мы об этом узнаем. Правильно или нет? Если Бог, Дух Святой, решит сменить тактику, мы об этом узнаем. Но мы как бы следуем тому, что Бог нам сказал. Умение не тратить силы там, где не нужно. Тоже как бы вот, ну, понимаете, что Бог не хочет, чтобы мы вот перегорали, перегорели, перетом волновались просто только на амбициях. Вот, например, он там ее учит, да? Например, проигрываешь ты 1-4 или 5-1, да, в первом сайте, да, например. Все, не морочь голову, не пытайся его вытащить. Не надо. Потому что, да, потому что шансов очень мало на самом деле. Ты можешь там сделать и 5-3, и 5-4, но, скорее всего, ты проиграешь. Но ты уже можешь перегореть, а тебе уже надо думать о следующем, да? Но это я вот про то, как ее тренировают, тренируют, да? Но я и про нас тоже, да? Что мы должны уметь быть спокойными. Как Иисус, помните, когда шторм? Что он сделал? Когда ученики плывали. Ученики боролись со штормом, мы тонем. А Иисус что делал? Спал. Спал. Ему не надо было, потому что его направление, он знал, кто он, куда он, что пророк не погибнет вне стены Иерусалима, что вообще ничего не может случиться, что самая его основная задача – это служить людям. И он только что послужил людям, накормил там всех, была большая конференция, помолился, все. И вот этот вот шторм ему был дан просто для того, чтобы поспать, а не тратить силу в этот момент, понимаете? Поэтому это тоже для нашей жизни часто будет помогать. Понимаете, это очень практичный совет вам. Идет у тебя плохое время, нарочишь ты там, да, и так далее. Не обращай внимания. Не обращай внимания, время пройдет. Помолился и оставил. Все, сегодня плохо, завтра будет лучше. Понимаете, мы должны научиться, мы должны понять, что иногда вот эти атаки, которые у нас там в голове, вот эти вот, да, нам надо принять срочно решение какое-то там и так далее, это иногда даже не наши атаки. Иногда просто вот время. Понимаете, Иисус предупреждает Петра, я его просил, сеять будут. Иногда будут вот эти моменты, понимаете, когда будут сеять, будут там проверять. Поэтому все, и ты где-то даже не сможешь победить. Умение не тратить силы. Умение забывать поражение, забывать и принимать поражение. Поэтому вот Давид умел это делать, Моисей умел это делать. Нельзя перегружать связки и суставы. Да? Это взаимоотношения наших между собой. Вот их мы должны беречь. Понимаете? Это вот мы должны беречь между собой взаимоотношения. Поэтому Библия нам говорит, почитайте другого выше себя. Правильно? Не всегда тебе нужно доказать свою правоту. Дохвалится брат, униженный высотой своей. Понимаете? Это как тренировка. Научись уметь вот эти вот эмоции правильно реагировать. Научись просто. Приходит это слово, как нужно поступать. Научись. Не перегружай эти связки. Они еще пригодятся. Понимаете? Они еще пригодятся. Вот. И опять же, чем мы тоже перегружаем. Да? Есть вот это вот нетерпение выиграть любой ценой тоже. Да? Тоже вот эта перегрузка связок. Да? Это вот как раз именно в юниорских соревнованиях. Понимаете? Мы сейчас не знаем, к чему нас Бог готовит на самом деле. Какое будет у нас служение. Каких масштабов вообще. Сколько и так далее. Но Бог даст столько, сколько мы сможем понести. Поэтому наша задача просто вот верить ему, тренироваться и быть готовыми однажды вот эту нагрузку принять как церковь, как служение. Я тоже как для себя, я это знаю, да? Это касается лидеров. То, что я не могу требовать от других того, что вижу, и того, что могу я, и того, что хочу я. Понимаете? Мы не должны как бы и, как говорится, по себе людей не судят и от других тоже требовать того, что тебе легко, ему может быть это трудно на самом деле какие-то вещи делать, выполнять. Поэтому все люди по-разному. Поэтому мы, ну просто представьте, да, вот я горю, да? Вот я просто размышлял об этом. Я в какой-то момент, да, вот загорелся служением, давай. И я бы вот начал бы просто вот, ну я и так начал всех напрягать чуть-чуть этим самым, понимаете? Давайте служение, центр там. Люди как бы не успевали даже вот, ну, за мной. Но я не стал обижаться как бы на кого-то, кто не может присоединиться к этому, не может еще, не готов вот в этом темпе двигаться, нет у него такой отдачи, нет у него такого откровения. Я должен очень как бы с уважением к этому относиться, с уважением к тому, что это все равно христианин, и ни в коем случае не пытаться давить, что... Ну, хохла, конечно, надо давить, но... Мы больше должны заботиться, понимаете? То есть как бы о связках надо заботиться. Это вот то откровение, которое я чуть-чуть получил. О связях надо заботиться. То есть в этом нужно делать усилия, их нужно оберегать, их нужно ценить. Вот эти вот отношения наши, взаимоотношения, любовь друг к другу. Понимаете, это и есть связки. Этим тело и растет. Вот мы читали как-то, что тело растет благодаря взаимоскрепляющим вот этим вот связям, составам. Ну, по-моему, где-то это читали в Ефесянах. Я просто хотел быстро опять об этом посмотреть. Сейчас-ка, по-моему, третье. Четвертое. Смотрите. Я полностью прочитаю. К совершению святых наделал служение для созидания тела Христова. То есть, смотрите. И он... Ладно, 11 стих. Четвертая глава. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых наделал служение для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего. Мужа совершенно, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, коляблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения по лукавству человека, по хитрому искусству обращения. Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. То есть мы друг от друга получаем вот это вот превращение через связи для созидания самого себя в любви и тела в любви, короче, все любви, как говорил один человек. Поэтому то, что мы себя сейчас не находим вот в этом и не находим вот этого понимания, может быть, в себе, да, мы, то, что мы должны для себя определить сейчас, это хотим мы туда или не хотим на самом деле. Хотим мы однажды вот быть вот в высшей лиге, в профессиональном христианстве, действительно жить жизнью полной, настоящей жизнью, как Бог для людей придумал, понимаете, Он придумал для нас вот жизнь вот по Его слову в нем, движимая Его духом полностью, понимаете. Но для того, чтобы в это состояние прийти, нам нужно тренироваться, нам нужно готовиться, нам нужно это все понять, что это очень важно. И нам нужно понять, что пока мы готовимся и пока мы тренируемся, мы просто терпим, мы лишаемся, но мы знаем, для чего мы это делаем, понимаете. Поэтому мы не относимся к этому, да, когда у нас что-то не получается, как каким-то, ну, значит, ничего, значит, я не христианин или еще что-то. Мы относимся к этому, как просто к определенному времени, что еще не время, что не так важно тебе побеждать вот в этих юниорских соревнованиях. Понимаете? Не важно. Важно оттачивать технику, важно слушать тренера, важно готовить мышцы, готовить связки, важно правильно питаться. Аминь? Понимаете это или нет? Понимаете, да, сегодняшнее слово чуть-чуть? Весь вот эту, да, которую... И важно, что чемпионом становишься не Д1, чемпионом становится команда. Команда, именно твоя команда, вот, она, ну, способна, понимаешь, когда вот мы сами ослабеем, можем там что-то потерять, но присутствие команды не даст нам проиграть. Понимаете, не даст нам проиграть или если мы даже на время в каком-то в чем-то проиграем, она нас поддержит и мы восстановимся благодаря тому, что это команда просто и все. Благодаря тому, что это какое-то разовое там, да, поражение там и так далее. Нет чемпионов, которые не проигрывают. Нет чемпионов. Вернее, есть он, он один, Иисус Христос. Вот, но мы в него должны прийти, мы к нему должны возрасти. Так получилось, что я вам сегодня вообще одну тему дал, вторую, и не буду я вам больше давать, тогда оставим мы это на следующий раз, потому что вроде была та первая, но вот что-то не нашел я. Дух так повел, я верю, что не нужно нам было пока туда. Могу назвать эту тему, что это о Сыне Божьей суть, Вадимой Духом Божьим. Понимаете, вот именно полное хождение в Святом Духе, как бы, почитайте, может быть мы потом подумаем, почитайте Языкиль 47 главу про то, как вытекала река из-под порога храма. Мы потом просто поразмышляем, может быть, на эту тему, что это значит, потому что вот там именно река сначала была по щиколку, человек шел по ней, потом тысячу стадий отмерили, река была по колено, потом по пояс, и потом последняя стадия, что река была глубока, и невозможно было идти, можно было только плыть. Понимаете, я вот хочу об этом, то, что на самом деле, куда нас Бог ведет, это вот в это четвертое состояние, самое последнее, основное состояние, только это и есть Вадимой Духом Божьим. Все остальное, это только подготовка, все остальное, заметьте, все вот эти три стадии, до этого там, или четыре, всегда есть возможность тебе включить ноги, правильно? Где-то первые стадии, которые по щиколку, ты даже не можешь позволить тебя нести, правильно? Ты просто ощущаешь, что река есть, и да, ты слышишь что-то, да, голос Духа слышишь. Ты в чем-то послушал, но в основном делаешь все просто как ты видишь, как ты научил. Но последняя стадия, где у тебя даже нет возможности поступать так, как ты себе представляешь и так далее, нам на самом деле туда, понимаете? Но и тут нужны как бы этапы, поэтому мы на эту тему поразмышляем, наверное, в следующий раз. А сегодня было вот это, именно про то, что не переживай, если ты не стал чемпионом среди юниоров, потому что наша задача именно играть во взрослой лиге, в высшей лиге, действительно по-настоящему. Встретиться с духами злобы поднебесной, которые, да, начальство и власти и так далее. Понимаете, Иисус хочет, чтобы мы туда шли, чтобы мы действительно показали это взрослое, зрелое христианство, понимаете, в этой земле, понимаете? Не просто какой-то революционный центр, который решает все время какие-то свои заморочки и проблемы, нет. Но церковь сильная, которая узнает, да, как бить врага, как Павел говорит, я не просто воздух бью, понимаете? Не просто воздух бью, но дерусь изо всех сил, да, и себя для этого готовлю, чтобы иметь вот эту форму для того, чтобы драться по-настоящему. Вот и все. Аминь? Аминь. Давайте помолимся тогда. Аминь.